Добрый день всем из Алании, эта часть города называется Кестель Река делит город на несколько кварталов, но вот квартал Кестель, если я перейду сейчас через мост то я окажусь в части Тасму, в этой стороне у нас море и пляжи, это турецкий автобан, проходящий через город я хочу пройтись по городку и показать вам как живут турки, а не то что показывают туристам как всегда на побережье пляжа это знак при въезде в эту часть города, Дасмур, Кестель кончается, с моста я ушел и на входе стоит вот такая вот табличка, ну вероятнее всего добро пожаловать в Аланию а так по-турецки я ничего не понимаю я спускаюсь по лесенке к реке и хочу пройтись по дорожке вдоль реки, которая впадает в Средиземное море вообще Турция мне сильно напоминает Россию вместо березок здесь пальмы ездит здесь так же, как по-моему по России, может быть даже еще хуже а так мы идем и осматриваем то, что туристам не показывают так, первая достопримечательность беседка на берегу реки насчет полноводной, глубоководной я не сказал бы над ним валяется покрышка, кто-то колесо выбросил камыши и вон он тот мост, с которого я начинал снимать этот ролик все побережье, не знаю, километров на 10, оно утукано отелями, апартаментами это представляет из себя развлекательную зону для туристов вот это вот местная самая высокая гора как обычно, все здесь, абсолютно все утыкано минаретами вот у нас в Германии церковь везде, а здесь минареты я попробую сейчас прибавить на него немного взять покрупней на них часто установлены громкоговорители и периодически компьютер запускает песни имама вот вам красивые турецкие цветы я не знаю, что это за кустарник вот следующий немного с другими цветами одним словом, Азия слышно, как квакают лягушки даже в речке обнаружил объявление по-русски остекление балконов так что будете в Алании, приезжайте вон тут балконы застеклят уже много где замечал на улице стоят вот такие вот тренажерные залы с различными приспособлениями можете походить покачать ноги, пресс что хотите и детские площадки ну это комплекс апартаментов это их частная территория огорожена вот у них сделан немножко стильно здесь я обнаружил турецкие одуванчики одуванчики ли это ну в общем похоже на наши одуванчики ну какие-то тонковатые ну вот с этого места четко слышно трели лягушек на этой речке примолкали что-то меня услышали и замолчали надпись на заборе набережной этой ну я предполагаю что купание запрещено внимание в Турции очень много бездомных кошек у нас они в отеле около ресторана можно сказать пасутся собаки тоже бездомные здесь достаточно часто а это вот лежит загорает обормот одинокий гусь на побережье речки куры ходят тут чье-то хозяйство приусадебное я так понимаю ну я говорю Турция это вторая Россия вот единственное что разговаривает по-дагестански как-то странно а так один к одному вот он свои крылья расправлял река кстати выше по течению он превращается медленно в заболоченную местность если кто-то думает что заброшки бывают только в России в Европе тоже заброшенные здания вот вам заброшенная кафешка здесь на берегу реки в Алании в Турции похерили забросили и никому не надо вот еще одно здание рядом ну как мы видим Турция строится вижу два дома недостроенные вот это какой-то гостиничный комплекс для апартамента и вот чуть сюда правее еще один что меня здесь удивило вроде Турция побережье солнце но нигде нет солнечных батарей на крышах домов вот это мне уже показалось слишком странно обнаружил линию электропередач вот такая бетонная опора идет до суда и кабель высоковольтный уходит вниз в землю так я продолжаю свое движение в гору вообще иду просто иду а сейчас я хотел показать бы всем местный грунт это вот такая вот глина красная глина с вот такими крупными камнями и на этом все как-то растет и расцветает вот такая вот турецкая земля здесь была парковка от какого-то парка видно что течет ручей и вот она конкретно красная глина я покажу покрупнее крошится это вот турецкая земля на которой все цветет и благоухает и без воды здесь вообще бы никогда бы ничего не выросло те кто смотрит мой канал давно в том году я снимал в Испании деревня Санта Сюзана вот то же самое точно такой же грунт на котором не знаю что бы выросло то же самое вот они почему-то строят помещение для себя где жить в горах и вот здесь они живут это вот типичный четырехэтажный турецкий жилой дом стоит зазывалка в какой-то ресторан Blue Garden где-то здесь в парке я в принципе иду туда дальше посмотрю что там есть обнаружить водопровод вот турецкая водопроводная линия это явно идет к побережью подачи воды в отеле но без утечек не обходится и вода протекает здесь просто на дорогу удалось обнаружить турецкую античность я не знаю какой-то здесь наверное в чей раньше был вот стоит мост арочный но его снесли или не достроили что точно я вам сказать не могу идет канал это вот арек местный с которого куда-то что-то стекает и вот стоит арка давайте посмотрим как же тут строили древность вот такие швелера металлические на болтах прикреплены то ли они укрепляли это после сноса то ли они это забыли когда строили но сейчас у нас вот перед глазами вот такой древний мост чей не знаю но он здесь есть уху эхо отличное эхо просто отличное дырки в кладках камень типично такой вот античный вот вырезан куб не знаю какими инструментами они это резали но как обычно зубило молотком и здесь табличка на ней что-то написано опять же на турецком но по датам понятно что это 13 века здесь строили и вот чего от него в 21 здесь осталось в 2009 2010 походу эту табличку здесь и установили обнаружил местную походу электробудку явно технические здания вот беру крупным планом этот мост 13 века типа китайской стены там вроде как сверху что-то еще выложено можно было ходить рядом расположен склад с водой и вон на гора я сейчас хочу прогуляться вот сюда наверх на гору как обычно меня приветствуют местные турецкие кошки очередная сидит у дороги ждет пока и кто-то что-то даст пожрать вот так вот ну иду дальше и так я ищу себе точку обзора где-нибудь повыше чтобы посмотреть на окрестности иду там где туристы обычно не ходят то что им обычно не показывают вот типичная турецкая дорога это не автобан я не знаю вообще что здесь есть переехали котенка сбили вот он валяется на дороге дохлой кишки наружу и никому он здесь не нужен муравьи водоедают уже вот такая вот судьба турецкой кошки которая попала под колеса какая-то панорама на турецкие теплицы внизу проходит дорога наверное там метров двадцать вниз куда идет тоже не знаю я туда не иду но что я нашел я нашел туннель вдалеке вот где расположены виноградники видно два туннеля сейчас приблизил вероятнее всего это железнодорожные туннели и они уходят в гору вот они турецкие кактусы кто-то выбросил мусор и это наверное листинец или кедр что-то такое растет здесь ну так идем дальше в гору посмотрим что здесь еще есть вот он местный водоканал арык достаточно широкий и по нему вероятно с гор вода подается на побережье для туристов так тут заходить не буду походу частный дом частная территория другая страна другие законы вот они турецкие камни уложены вкладку мне вообще интересно вот у самого тоже свой дом в Германии а вот сколько им стоило проложить сюда дорогу владельцам домов явно удовольствие было не из дешевых и опять я подошел к арыку с водой жил еще один заброшенный дом внутренне полезу опять же частная территория но вот отсюда видно побережье отели горы и вид сверху здесь все выращивают для туристов в теплицах на ту гору их возят как на аттракцион обнаружил олтаймер такая старая техника но на ней присутствует знак качества продолжу движение по дороге дальше что могу сказать наличие линий электропередач телефонного кабеля на другой стороне явно указывает на то что там должны жить люди вот они местные турецкие мегалиты и кладочка так вот я уперся в очередной жилой дом а здесь вот такой вот склад местных мегалитов не знаю кто их натаскивал притаскивал откуда они здесь я забрался на гору посмотрел как живут турки на самом деле вы поглядите тоже то что вам не показывают на аттракционах для туристов вот такая вот типичная турецкая жизнь дом на горе на которой надо протянуть дорогу чуть ли не в километр но на два дома это будет достаточно дорого где бы это не взять вот такими камнями уложено все вокруг садики камешки и перекатанные кошки ну что наверное сегодня хватит посмотрим еще раз на гору посмотрим туннель который здесь построили вот такая вот турция без перекрас для ну вот ну ну и у и